Все, что называется, приготовилось к теме, связанным с очень щекотливым вопросом. Сексуальные массажи, вообще тема секса, она животрепещущая для человечества, потому что, с одной стороны, секс как таковой, это возможность продажи услуги. Во-вторых, это возможность продажи товара, которым является женщина как таковая. И вот эти два, как бы, лидирующие потребности человечества в разные времена, определяло болезненное, даже, я бы сказал, больное отношение к вопросам, связанным с сексуальной энергией, со всеми проблемами, связанными с этим явлением, а также с проблемами, связанными с социальными вопросами места женщины в человеческом обществе. С одной стороны, религия откладывает свой отпечаток в той или иной стране, и, как правило, не самый лучший на положение женщины. Женщина, как правило, в большинстве религий, это лицо второго сорта общения, и так далее, и так далее, и так далее. Оздоровление, и, наконец, достижение того при общении, исключительно мощного фактора близости, которое можно дать только телесно-ориентированное общение, семинар по которому был этим летом. Обратитесь в поисках, не знаю, уже напечатал ли господин Маливерк, напечатал. Вот познакомьтесь с этими вещами, потому что там и очень четко было воздействие на человека, без касания, мы проводили опыты, самые разнообразные посылы. По-моему, вы были. Да, да, да. Но вот, тем не менее, значит, вот исключительно мощнейшие техники, начало которых здесь, вот это взаимное проникновение в другого человека, может впоследствии быть оторванным от человека, тогда, когда вы представляете этого человека рядышком с собой. Когда вы лечитесь этим человеком, сворачивая его в пятеро, в шестеро, засовывая в болезненную зону. Потому что оргазмическое ощущение лежит в основе исцеления в даотских практиках. Например, при усталости глаз направил оргазмическое ощущение, да и представил, что рука любимого легла, или любимой, на глазки, да? Представил ее в прохладу, да-да-да-да-да-да-да, все, у тебя начал работать механизм воспоминания, все получилось, да? Как у Кашпировского, я вам не верил, но у меня рассосалось. Следующим шагом будет момент единения уже не головы, а какого-нибудь мощного энергетического центра. При этом оглаживание друг друга лишь усиливает эффект воздействия. Так, например, подойдите и просто соприкоснитесь с солнечными сплетениями, животик к животику. А теперь мысленно откройтесь и как бы пошлите небольшой круг в направлении вашего партнера. Постарайтесь синхронизировать дыхание. Вот эта синхронизация дыхания, там различных других моментов, исключительно была развита в свое время в даотских практиках, и благодаря этому достигал нас действительно очень высокий уровень контакта между людьми. Отлично, синхронизация автоматически произошла. Вот это вот еще момент, да? Посмотрите, как хорошо работает энергетика. Это можно видеть. Вот здесь я обязательно подогнал. Именно подготовленность человека в общении дает весь тот, ну что ли, огромный, открывает огромнейший мир общения, который скрыт от обычного обывателя. Которого обычный обыватель боится, потому что не знает, как с ним обращаться. И отсюда секс всегда был табу, потому что не могли управлять чувством. Не знали, как лечить болезнь, любовь. Потому что по даотскому определению, любовь это болезнь. Почему болезнь? Потому что человек начинает делать дурные поступки. Ревновать, к примеру, убивать любимого, там за измену, например, да? Или еще что-нибудь в этом роде, да? То есть вот эти моменты, они настолько кажутся революционными обычному человеку, который воспитан в кругу тетушек, бабушек, там с какими-то установками и прочее, прочее, что не всегда принимается им сразу. Но с течением времени, с опытом жизни, рано или поздно, человек начинает понимать, что всему нужно учиться, даже общению с другим человеком, тем более телесно-ориентированным. Ну как у нас? Огромное удовольствие. А что произошло, когда вы соединились вот этими центрами, и как бы пустили, несколько раскрылись? Приток... А высокого духовного наслаждения, вы почувствуете при этом? Совершенно верно. И знаете почему? Потому что между вами не было банального полового акта. А было чувственное переживание личности, личности, и вы получали счастье от того, что прекрасное, интересное тело рядом, и оно чем-то близко вам. И отсюда, до полового акта как такового, должно пройти несколько часов массажа, по большому счету. А для нескольких часов массажа вы должны быть физически, психически, и, мягко говоря, внутренне биохимически подготовлены. Потому что у вас должны быть достаточно резервов пищи, воздуха, воды, умения, так скажем, выдержать всю эту штуковину, да? И умения выдержать те ощущения бесконечно прекрасные, которые к вам приходят. Потому что помимо массажа, или слияния какой-либо части тела с какой-либо частью, впоследствии будет переход, например, на интимное обласкивание той же какой-нибудь эрогенной зоны. И ощущение от нее может иметь такую высоту, и такую тональность, что зашкаливает. Отсюда одна из рекомендаций для дон-жуанов, когда женщина говорит «Хватит, надо начинать». Но не каждая женщина выдерживает все до конца. И отсюда, пока натренируетесь, соответственно, надо сменить. Да-да-да-да, на кошечках. Вы берете кошечку, гладите ее. Значит, вот вам подводка определенная, психофизическая. А дальше начинаются манипуляции в той же спящей собаке, которые позволяли развить чувственность. Потому что что толку от бесчувственного бревна, которое, собственно, не получает ничего другого удовольствия, кроме тогда, когда из нее извергается какая-нибудь жидкость. И чем чаще, тем лучше. Был свидетелем жуткой сцены в бакинском вагоне, когда обиженный, так скажем, представитель кавказской национальности, как сейчас говорят, выскочил из купе. Ни в коем случае это не касается всех. Просто вот такой был. И вот так воспитали. В чем-то он урод, да, безусловно. Но у него такие потребности. У наше общество снисходительно смотрит на потребности. Да, садист. Ну, даже весело в чем-то. Пока не убивает, да. Имеет право люди поставить наслаждение. Ну, то мы. Почему нет? Но, дело в том, что если подлечить таких людей, то они научатся доставлять удовольствие другими способами. Если бы они знали технологии развития своей чувственности, тогда бы они научились и поняли истоки своего вот этого сексуального переживания. А пока человек не понимает истоки своего сексуального переживания, он становится маньяком-убийцей, потому что ему когда-то резкое вот это перераспределение сексуальной энергии доставило ничем не сравнимое удовольствие от вида пионера, подергивающегося в конвульсиях, это реальные факты, попавшего под грузовик. И с тех пор этот дядечка вырос и стал знаменитым маньяком, который именно пионеров крошил на окрошку себе. Соответственно, да? И значит, этот человек больной, и значит, этого человека вовремя можно было бы спасти, перенастроить и так далее, переключить он, к примеру, на пионерок, а с пионерок еще на что-то, и постепенно поняв причину, пройдя психотерапевтическое воздействие и так далее, и так далее, овладел бы техниками сексуального искусства. Но у нас не учат даже, мягко говоря, врачей-сексопатологов, потому что как психолог, значит, с ним нельзя говорить о психологии, как сексопатолог, с ним невозможно говорить о сексе. Потому что люди, немножко повернутые в этой тематике, несут с собой и свои сорняки в этих вопросах. Как психиатр никогда не увидит нормального человека в обычном человеке, так и в психиатре обычный человек никогда не увидит нормального человека. Отсюда специалистов у нас раз-два обчелся по любой тематике. А теперь я познакомлю вкратце с моментом развития чувствительности. Сначала контактного, потом бесконтактного. Пара начинает обласкивать друг другу руки. В древней игре игра крабов и плавание рыб. Игра крабов заключается в прижимании, в захватывании, плавании рыб, в скольжении. И вот эти вот два момента, прошу, лучше оголить по локоток, ручки, тогда они начинают лучше чувствовать, и так далее, и тому подобное. Уже хочешь добраться? Вот об этом и говорят. Вампиры, вампиры, вот они все. Итак, начинается обласкивание как таковое. Задача почувствовать, задача получить удовольствие. Прерывистость дыхания показывает о высокой степени переживания, что уверен, обычный ухажер не доставит. Да? А упражнение позволит доставить хорошее переживание. Будет активно, прогладывая ручки, почему? В конце концов, с двухсторонним движением должна быть дорога. Не только в одни ворота. На этих же упражнениях сразу виден и темперамент, и различного рода повадки, что ли, человека. Можно расшифровать те внутренние структуры вплоть до частоты фрикций, которыми можно человека довести до иступления в переживаниях. А теперь попробуй посильнее. Чуть-чуть посильнее. Да, да, да. Потому что вот эта порывистость, она требовала вот этого прожатия. И постепенно от порывистости человечек перейдет к более медленным, мягким. Вот отлично. Еще два щелчка и до оргазма просто рукой подать. Причем идет уже с мурашки с ножек и так далее. А вот теперь посмотрите интересную структуру. Сейчас расскажешь о своих переживаниях. Идет внешнее воздействие с ним. Что ты сейчас чувствуешь, что я про это? Отсюда третий всегда приятный. Даже если он сидит рядышком, от него что-то использует, а если он еще и третий поднимает особым образом. И отсюда бесконтактное воздействие гораздо приятнее контактного, особенно на фоне контакта. Слышно? Да, это уже сложное слово. Здесь только ну... Великолепно, хорошо. А вот теперь хочется перейти чуть выше, потому что предплечи утомились. И поэтому... Да. Да, наконец-то. Да, вот и научились говорить слово «да», но скоро мы найдем слово например, экстраполяция, ручь, 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 ручь. Аббревиатура. Великолепно, хорошо. Вот оно пошло, 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 пошло. Уже реализация. Наступает момент утомления, расширения всего этого переживания. И далее вот этот момент контакта с замедлением. Если они станут еще ближе и обнимутся, ну просто обнимутся. Вот начинается реализация всего тела. А теперь скажи, чего тебе не хватает? Контакта коленей. Да, будет. Безусловно. Вот начинается сочинение. Просто колени, да? Потому что организм требует дай жратвы, дай жратвы, дай касания, необходимо касание. Оно нужно, оно питает, оно заставляет нервную систему лучше нервничать. Оно заставляет какую-то там систему выводительную, лучше выводить и так далее, и так далее, и так далее. То есть, организм начинает жить, он начинает перестраиваться, он начинает по-другому совершенно чувствовать окружающий мир. Человек, у которого периодически такое бывает, он уже выходит и говорит, не мерзкая московская погода, а осень. Несколько восхитительная такая, да? С оттенками печальной, а не грязи на тротуарах и так далее и тому подобное. То есть, такой человек, он уже напоен, другими словами, на корнях. Он уже усвоил что-то, что не знает другой. У него нервная система перестроилась, он уже другой, он расслабился, он понимает, что жить таки стоит, несмотря на каждый дневный поход на работу. И жить хорошо тоже стоит, потому что хорошая жизнь заключается не в количестве денег, которые ты заработал, а в качестве их использования. А вот теперь мы чуть отходим друг от дружки, я чувствую себя палачом, но тем не менее разрываем контакт рук, и чувствуйте обласкивание и посылы, выполняйте всем телом, вот этими воротцами, почувствуйте, я сейчас немножко генерирую это движение ручкой, и чувствуйте, ласкайте друг дружку, именно внутренними посылами тела, именно завихрениями, идущими от вашего тела. Получается, очень хорошо, отлично, принимай, коль она агрессивно дает, прокачивая через себя, пускай круг снизу, а второй круг сверху пускай, вот идет круг сверху, вот идет круг снизу, эти два круга одновременно начинают воздействовать на так называемое колесо жизни, никакие методики типа Монтальзя не дают правильной подводки к упражнениям колеса жизни, или как называют микрокосмической орбиты, и так далее, и так далее. В большинстве религиозных направлений типа буддизма, и прочее, прочее, это недоразвитые системы медитации направлены на совершенно иные цели. И только у древних даосов была полная и правильная методика во благо человека, не во его разрушение, когда энергетика осваивалась от сексуальной, и начинался момент умения направлять потоки таким образом, чтобы эти потоки не были разрушительны, например, для головы, для мозга, для глаз, и так далее, и тому подобное. Отсюда подобные упражнения являются важнейшей составляющей частью развития человека на ментальном уровне, на цигуном уровне, на уровне формирования его как личности любящей, постигающей мир, а не из-за того, что медведи сексуально озабочены таких же ищет, книжки пишет, и так далее, и тому подобное. Может быть, он да, и озабочен, но исходная составляющая этих упражнений иная, она заключается в невозабоченности медведей, а в его знании как и что делать, и что следует, зачем. Отлично, вот теперь поверните спинкой другую, потому что произошло насыщение, вот момент насыщения не обалдели настолько, что уже не могут слишком воспринимать передней частью тела. А вот спинкой опять начинается активизация. Можно даже чуть-чуть ручками почувствовать, ведь хочется давайте почувствовать. Массаж телом по какому-нибудь скользящему субстрату выполняемый в таких состояниях тысячекратно полезен для обоих. В этот момент на прошлой лекции я показывал кстати перевязки тела. Оно было по тематике улучшения энергетики при принятии ванн, но перевязки тела используются также и в подобного рода работах с телом друг с другом в сексуальных практиках, потому что они концентрируют энергию особым образом внутри этих перевязочек активизируют ее, улучшая ее работу и так далее и тому подобное. Отсюда перевязки немалая составляющая подобных техник. А вот теперь самое время отойти и опять чувствую себя палачом на шажок вперед постарайтесь для масс потом договоритесь о свидании. А пока ваша задача спинкой почувствовать вашего партнера великолепно очень хорошо просто мне повезло с парой как всегда хотя любой из вас соответствующим партнером проявил бы те же чудеса храбрости уверен. Великолепно и чувствуйте всем телом партнера и направляйте через него потоки и когда ваше свидание сводится к обычному банальному баловому акту вы губите и свое и чужое удовольствие и жизнь вы просаживаете его на фрикции регуляции нации и прочие лидации вам в городе получилось с вами весом что сейчас в них происходит чайники кипят ровным хорошим таким кипяточком все распределяется каждая клеточка живет они уйдут моложе каждый лет на 5 не по мозгу не по уровню сознания а по возможностям тела хватит это правило суток на двое трое предположим но если это повторять достаточно часто начнется кумулятивный эффект отлично очень хорошо вот сейчас если промедитировать все работает все крутится и все такое прочее что вы чувствовали когда чувствовали спиной чувствовали массаж как бы волновые потоки продолжение контакта чувствовали а теперь представьте каждый из вас что у вас по два партнера спереди и сзади только останьте просто стороночки вот как бы рядышком да можно даже на зал смотреть просто вот закрыли глазки и два партнера у вас есть отсюда ментальные сексуальные массажи двигатель прогресса у вас два партнера один ласкает вас сзади другой спереди эти партнеры не оставляют мягко говоря в живых ни одну часть вашего тела они касаются всюду и касание сильное и ласковое они скользят по вашему телу они великолепно насыщают ваше тело жизненной энергией в этом состоянии вы готовы бежать на пулеметы там мягко говоря там работать грузчиком в современном супермаркете с легкостью перенося необходимые тяжести на большие расстояния возможно даже отсутствие автотранспорта сохраните себе эти состояния почувствуйте насколько они хороши а концовка этого всего будет собирание с верхней части так называемом верхнем донтяне это серединка между мечевинным отросточком и пупком ощущение все уходят туда а все с нижней части сползается в нижний донтянь это расстояние между серединка между лобковой косточкой и тем же пупком тем же другим и так вы постепенно все собираете и с вот этими двумя чашами аккуратненько чтобы не расплескать удаляетесь и теперь в женщине есть тайна это не обязательно зачатый ребенок и в мужчине есть тайна это не обязательно дурные мысли это то состояние которое он получил при общении с лицом противоположного пола на физическом плане и утончен на ментальном плане потому что без ментального не существует настоящее общение потому что вы объект своего внимания объект своей страсти должны по-настоящему любить а любовь это не ревность это не желание обладать и я не досказал еще про дядечку которого не воспитан который в одном бакинском поезде выскочил из своего купе возмущенный до глубины души и закричал кто кого имеет ты булка ты большая белая булка так лежи как булка понимаешь видите как у него было воспитание такой человек урод сам и уродом сделает детей своих скорее всего если они не вырвутся вовремя из-под его гнета и так далее и так далее и уж точно испортит жизнь чувственной активной женщине лишив ее во самой возможности радости секса как такового как средство приближения к наивысшим духовным качествам человека как средство самовоспитания как средство развития чувственности мозга здоровья и так далее и тому подобное огромное спасибо за работу когда вы работали вот сейчас с двумя человеками тоже хорошо было классно да вот более того они могли делать массаж как таковой в плане физических воздействий например если вы будете отдельно запоминать навык массажа на какую-то мышцу но представляешь что это делает вам сильными руками любимый человек несмотря на то что у любимого настоящего человека ручки слабые да вы будете очень дополнять картину общения и подобные вещи подобные переживания могут быть психофизической ментальной практикой на уровне аутогенной тренировки Шольца только вот той которая насыщает организм гораздо быстрее и не просто тренирует его на умение вызвать холод там тепло или еще какие-то умения и прочее а на умение насытить переживаниями человека накормить его дать ему ту отдушину от сложных условий жизни которые он заслуживает напоить его душу теплом от физического контакта в том числе и от того момента что ты просто помнишь любишь и знаешь этого человечка и у вас возникает с этим человечком еще внутренняя связь на расстоянии то он на тебя подумает то ты о нем и вам обоим и кнемся и не раз но в хорошем себе со словом огромное спасибо за демонстрацию немножко отвечаю на вопросы продолжаем тематику уже более так скажем приземленных массажей прежде чем оскорбить ваше внимание массажем половых органов и прочее отвечу на несколько вопросов в том числе написанных и все-таки начну тему шиацу как древнего освобождающую сексуальную энергию массажа потому что напоминаю что мы пытались классифицировать массаж и это был и эротический массаж как таковой то есть пробуждающий чувственность это был массаж совмещенный с оргазмическими переживаниями подводящий к оргазму дополнительно например та же вибрация области груди или донтяня в момент соития в момент полового акта десятикратно увеличивает переживания от него например когда же два-три человечка еще и массируют что в практике развратного китайского народа сплошь и рядом применялось более того там одна служанка поддерживает госпожу вторая ножку госпожи третья еще что-то на весу оказывается они паразиты делали великолепная телевизионная есть веселая такая штучка секс по-китайски тоже ушу только вот с сексом там между деревьями летают там сшибаются где-то наверху ходят под землю там и так далее и так далее это тоже неправильное представление о настоящем сексуальном переживании все-таки уютная кроватка кстати усыпанная розами это уловка для улучшения выносливости лепестками роз а не с колючком вот безусловно если есть сверху то определенные реакции будут ответственные гораздо резвее если там будут лежать настоящие розы значит но дело не в этом дело в том что когда вы работаете с подобными практиками возникает особая статья массаж для здоровья освобождающий сексуальную энергию а одним из таких массажей является древнейший отцу который современными руководствами в принципе обеднен и изгажен в какой-то степени это же касается и других примитивных массажей там где использовалась сексуальная энергия и там где она шла на восстановление здоровья человека а сейчас вот как раз парочка ответов на вопросы встречали ли вы этот мыльный вариант в обычных условиях квартиры может с маслом хочется практически попробовать и куда заливать мыло да или мне вот значит ну в любом случае это очень важный вопрос естественно я пробовал создавать подобные технологии с удовольствием поделюсь с вами во-первых это технология связанная с так называемой полиэтиленовой пленкой это древний андалозский метод с тех пор как изобретена полиэтиленовая плена значит вы закладываете пространство чтобы оно не вытекало ничего оттуда и так далее и так далее при этом следует учитывать следующее а если вы массируете с маслом даже предположим сексуально там и прочее прочее ваше тело должно быть чистым это тот редкий случай когда мыться обязательно дело в том что масла а рекомендую я все-таки те масла которые используют для детей в конце концов это правильно пусть привыкает еще до рождения так скажем до зачатия к маслу соответствующему значит почему потому что они минеральные они не содержат в себе еще разлагающей составляющей легче смыть там и прочее 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 они хороши для кожи в качестве дополнительного такого массажного составляющего для тела можно использовать наш отечественный великолепный 20-ти рублевый затюбик крем называемый балет массаж крем балет этот крем великолепно сочетается с маслом детским размешивается и дает великолепной консистенции смазку которая идет и как разогревающая причем она полезна и хороша как всегда редкое исключение это аллергические реакции кто-то чего-то не переносит кто-то не переносит значит будет искать другой способ но в любом случае для нормального среднестатистического здорового человека подобная смесь даже если она попадает внутрь в облагалище к примеру или в банальное отверстие или еще что-то она кроме пользы ничего не приносит и достаточно гладкая достаточно целительная прогревает мышцы доставляет ничем не сравнимые переживания при попадании на соответствующую нервную систему и ткани и кроме этого обеспечивает скольжение высокого класса при этом у многих людей есть некое отвращение к маслу как таковому консистенции а вот к такому кремику такого отвращения нет наоборот он воспринимается очень хорошо то есть не каждый переносит большое количество масла от этого аэровидические видите кого-то даже перекашивает в принципе в Индии очень популярны различные лечения маслами потому что их у них много для начала достаточно дешево может достать большое количество масла использовать его на многих клиентах отсюда там есть методы лечения когда голова например выгревается становится какой-то каркасик залепляется тестом и заливается например при боли головы или там поумнее хочет стать человек или еще что-то маслом его залили может быть туда травки добавили и прочее он посидел потом слили и он говорит да вроде полегчало то же самое массаж когда на тебя полчаса льют на точку масла по какой-то замкнутой системе ты естественно думаешь что-то льется что-то тянется и впадаешь в какое-то переживание потому что оно льется и тянется это касается таких же действий других но в целом ощущение после масла как побывало непонятно где то есть ты выходишь после этого надо как-то или помыться противно бывает в том числе несмотря на то что некоторым нравится предположим а вот сочетание кремика и масла дает как раз вот это стирание границы отрицательного влияния масла на ощущение яд и вот здесь возможно как раз и контакт телами и все такое прочее вот эта вот пленка она должна лежать на чем-то мягком а это мягкое может быть например надувной матрас из современных серий потому что он достаточно упруг перемещаемый вместе с тем мягок то есть его легко принести куда-то легко закрыть полиэтиленой пленкой легко на нем кувыркаться безусловно все это построение должно лежать на полу потому что падать с кровати всегда болеет чем перекатываться с матраса на пол и высота не та и последствия другие ну и соответственно в дальнейшем у вас должны быть подходы к средствам мытья они могут быть рядом соответственно температура помещения до 20 синих градусов не меньше и соответственно желание обоих заниматься этим тоже должно быть потому что когда у одного мрачная физиономия он воспринимает в штыки все что производит другой человек мягко говоря все обречены на неудачу дополнительным эффектом обладает и пленка положенная на врачующуюся пару так сказать которая одновременно обласкивает их тела уже с собой и отсюда те сорта пленки которые более ласковые очень хорошо работают в этом случае хотя возможны некоторые моменты связанные со скольжением атласной ткани или же шелковой ткани по телу человека то есть различное оглаживание платочками через платочки и так далее и так далее все это может доставить целый ряд переживаний другому человеку значит в принципе тайский массаж классический делался вот современный классический то что называют они body message делается все таки по мыльным растворам что еще лучше гигиеничнее для тела то есть возможно это вот какие-то шампунеобразные наполняющие которых можно добавить в качестве составляющей пару тюбиков бихлоргексидина или миронестина что гораздо дороже которые обладают бактерицидным эффектом и применяются при лечении ожогов а также для искоренения различных половых заболеваний да в качестве интим спреев так называемых то есть если у вас так скажем человечек под подозрением а массаж назрел то вот такая вот форма она спасет вас от бездны всяких ненужных заболеваний вот и соответственно также использование мироместимона и внутри половых органов так скажем как указано на этикетках к этому препарату или бихлоргексидина повторюсь таким образом в ваших руках сделать вашу жизнь праздничнее если вы хотите применять его еще и с целью праздника потому что моя задача показать на сегодня в первую очередь указать на лечебно-восстановительный эффект от подобного рода массаж ну что предлагаю минут на 40 сделать перерывчик после чего начнется самое интересное даюсь познакомить вас со схемой массажа шиацу это тот массаж который позволит вам стать специалистом по массажу шиацу за буквально оставшееся время в течении 15-20 минут как это не покажется странным потому что он просто безобразия и заключается либо в надавливании основанием ладони на тело сверху лежачее где-то и либо продавливании пальцем вот с пальцем будет у многих проблема потому что классическое продавливание выглядит следующим образом то есть пальцы должны быть вот под таким углом и давление должно быть строго перпендикулярно всей подушечкой пальца поэтому у кого не такие пальцы тем придется поработать либо использовать другие методы то есть продавливание например согнутой костяшечкой пальцы и так далее и так далее попрошу какого-нибудь ассисента или ассисенку ну наверное опять придется если поговорить с теразин до конца давай становись на стульчик вот сюда чтобы всем было видно и я быстро познакомлю вас с теми линиями по которым все происходит повернулась к аудиторию у данной биологической особи пять пальцев прошу удостовериться раз два три четыре пять 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 отсюда идея пяти пальцев как раз и шла в основании как бы линий массажа шляпцев а это означало что вот эти пять пальцев пять линий которые продолжаются дальше на предплечье и плечо выходят наверх с внутренней стороны те же пять линий от ножек идут те же пять линий и если она станет спиной к вам то вот эти пять линий при проходе попы пять линий пять линий да при проходе на спинку превращается в девять линий почему потому что как бы большие пальцы и ног сливаются вместе в один большой большую зону которая называется позвоночник вот на позвоночник уходит два больших пальца остальные линии продолжаются вдоль спинки точно так же как они шли от ног уже практически понятна сама идея а далее мы работаем вот в каком режиме и плане есть боковые оказывается еще помимо верхней и внутренней поверхности пальцев боковые вещи у пальчика они должны быть продавлены в том числе и есть между пальчиками например между пясными косточками некие углубления в косточках они тоже должны быть продавлены и отсюда если я выполняю массаж отцу начиная с пальчиков то я первоначально выполню продавливание снаружи сверху снаружи сверху снаружи сверху то есть вокруг А потом перейду по линии пальчика и буду дальше массировать до конца. А потом пройдусь между пальчиком до кисти. А потом возьму второй пальчик и так далее. Начинается либо с середины, либо с краев. Если я работаю с краев, я работаю сразу с двумя пальчиками. Если я работаю с середины, я работаю с центральным пальчиком, с одним. И так далее и тому подобное. То же самое происходит и с ладонной части. И ничего более умного, чем просто нажать на конкретную зону сразу же за, никто ничего не придумал. Таким образом весь массаж будет сводиться, предположим, вот я прожимаю какую-то линию, я ее и прожимаю. Таким же образом. Но перед этим я могу прожать как бы зоны более общие. А это означает, я отлавливаю лежачего человека в любом положении, начинаю давить на него ладошкой. Сейчас я вам покажу эти приемы дополнительно, после того, как мы разберем линии. И надавливаю на него ладошкой, иногда с сжиманием по всему тельцу, опять же, идя от конечности наружу, либо снаружи на конечность, либо еще от какой-то части к какой-то части. Хитрость старого шиатсу заключается в том, что клиент может быть в любой позе, в любом состоянии, лишь бы он был. А это означает, массажист может поползти со стороны ноги, руки, уха и отмассировать ту часть, которая в данный момент свободна от еды, любви, слушания музыкой или еще чего-нибудь. То есть от какого-то процесса. И продавливая эту зону вообще, массажист потом углубляется в частности, и ему пофигу с чего начинать и чем заканчивать. Потому что этим старой шиатсу и отличается от других массажей, смысл которых уже в перенаправлении энергии. Потому что идея шиатсу заключается в том, чтобы нажатием решить все проблемы данного кусочка тела внутри самого кусочка тела. Таким образом, если там были продукты распада, они превратились в продукты питания. Великолепнейшее воздействие, кстати, специфичное не только для шиатсу, но и для китайских старых массажей. Там, где за счет давления на зону или точку, безразлично какую-то по фигурам, вырисовалась следующая картина. Например, сложная молекула молочной кислоты распадалась на простейший углекислый газ и воду, к примеру. И этот углекислый газ и вода использовались как продукты питания внутри собственного организма. Отсюда, вместо того, чтобы гнать, к примеру, продукты распада к лимфо-системе, я реализовывал продукты распада на месте и превращал их в продукты питания. Таким образом, получалась доставка сразу к точке, что великолепно дает эффект массажа и высвобождает дополнительную сексуальную энергию для дальнейшего какого-то работы с ней. Элементами этого массажа являются и какие-то вытягивания мимоходом, перестроение, переворачивание и так далее, которые будут показаны позже. А пока мы работаем со схемой самих линий. Итак, пять линий по пальцам и между ними со всех сторон мы прошли. То же самое, пять с ног мы прошли. Далее, пять линий по передней стороне голени мы прошли, по бедру прошли. До паховой складки. Далее, боковые линии можно сдавливать вот таким образом, то есть изнутри и снаружи. А это оказывает великолепное стимулирующее сексуальное воздействие на человека, когда мы делаем вот такие сдавливания. Здесь расслабляются мышцы бедра. Очень аккуратно воздействуются на те мышцы, на которые вообще не принято воздействие. Например, в европейском массаже. Так называемые портняжные, сапожные или нежные мышцы, которые находятся по внутренней стороне бедра, они с одной стороны очень мощно воздействуют на энергетику организма, с другой стороны, они как бы позволяют освободить места закрепощения и вместе с этим освобождением пропустить энергию. Потому что помимо того, что мы освобождаем излишки сексуальной энергии, мы снимаем зажимы с тела, и она начинает свободно циркулировать. Так как китайский массаж достаточно сложен, он имеет множество приемов и все такое прочее. Я избрал шиатсу для сегодняшней маленькой небольшой лекции, которая больше преамбула к подобным темам. Именно для того, чтобы вы поняли, как простыми способами можно добиться великолепного эффекта, в том числе для поддержания интимной близости с партнером. Потому что с этими массажами ваша интимная жизнь будет на высоте хотя бы потому, что вы будете ждать не только партнера, как сексуального партнера, но и партнера-исцелителя, партнера-благодетеля вашего тела и так далее и тому подобное. Кроме линий стопы, работали по икре и бедру сзади, тоже по пяти линиям. А боковые ребра, как стопы, так и ладони могли прорабатываться защипами, а также сдавливанием с двух сторон. Вот таким образом. По животу разделялся живот на следующие схемы. От лобковой косточки бралось пять направлений. А это края лобковой косточки, центр лобковой косточки и центры между центрами. Этими, да? Получалось пять линий. И эти пять линий шли до линии пупка. Просто от них вы продавливали, эти пять линий от центра продавливали, от этой продавливали. Давление было глубокое, без вибраций, медленное, до определенного упора. Фиксация выполнялась, предположим, на раз, два, три и четыре. Можно чуть дольше, в зависимости от состояния человека. С каким шагом? Шаг вплотную. То есть, вот у вас большой палец, значит массаж вы будете делать меньше. У вас маленький палец, массаж будете делать дольше. Но может быть лучше будет проработка и так далее. То есть, в данном случае здесь шло, вот и на интуиции очень много построено, и очень много построено на этом. Все линии в шиацу очень условны, несмотря на то, что есть, безусловно, какой-то опыт и применение точек, там, четко определенных. Например, пупок. Дальше уже, как говорится, все ясно. Пупок, у меня и в Африке пупок. От линии пупка до ребер идет семь линий. То есть, вы от этого пояска первоначально берете две крайние до ребер, одну центральную и по две еще в серединке между ними прорабатываете. У женщин вокруг груди проводится обжимание по границе, а потом продавливание на всю грудь, либо общее, либо от центра соска в восьми направлениях. То есть, ладошка к центру соска. У мужчин проще. У мужчин опять та же петельня накладывается и прорабатывается пять линий и по линии груди в том числе. То есть, точечное воздействие. Этим отличается область груди. Что же касается ребер, Они массируются от центра, там где ребро появляется. Нет, там ребра. Казалось бы, сплошь ребра. Однако сперва. Значит, вот вы от центра между ребрами. Вот поймалось ребро, да? И аккуратненько, аккуратно на ребра крайнее воздействовать. Они не прикрепленные, там помягче нужно. Воздействие идет сначала между ребрами и пальчиком до практически границы иньянка. То есть, почти до спины. Вот до этой зоны. Проработали так вдоль ребра, потом идет по ребрам. По ребрам ремнивое, видать, щекотки не любит, но терпит. Очень хорошо. Значит, вот этот момент. По ребрам вы также проходите подобное воздействие. Перед тем, как работать по ребрам, очень интересное продавливание идет под ребра. Сейчас мы попробуем туда войти. Сейчас вынимаем печень, лечим. Вот под ребра максимально далеко. Таким образом, воздействие оказывается на внутренние органы. Я могу выполнять сразу, пятью пальцами могу и в них засовывать, что еще менее приятно. Значит, проработав всю границу ребер, вы приступаете к массажу ребер, собственно. Это единственная очередность, которая более-менее присутствует. В дальнейшем, 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 грудина. От мечевидного отростка до межключичной вырезки идет как бы три основные линии. Вот мечевидный отросточек, безусловно, сначала центральная линия прорабатывалась, потом на границе грудей. Вот одна линия и вторая около нее. Если пальчики совсем маленькие, придется вводить еще две между ними, соответственно. Ну маленькие пальчики, большой мужик лежит, предположим, маленькие пальчики, но проработали еще по одной линии. То есть здесь вот видите, такое вот приземленное понимание массажа. Далее, за ключице до сустава, с двойными пальцами прорабатывалась за ключицей, над ключицей и как бы даже три пальца и под ключицей одновременно. Вот такая вот фиговинка получалась, в которой как профиль входила ключица и обрабатывалась таким же образом. Вот она работала, ключица. До сустава. Безусловно, под ключицами великолепно прорабатываются также все линии поперечно дополнительно, выбирая, как правило, здесь до груди три и на груди еще пять. Далее, под подбородком семь линий, но предварительно обдавленнее всего подбородка. И семь линий, которые идут вот край, раз, два, три и так далее. Но начинайте как? Сразу две крайние, одна средняя и по две между ними. Вот так вы рассчитываете семь линий. Четыре линии обдавливания кадыка. На сам кадык как бы спереди не давится, но работает по краям с ним. Вот эта линия вторая, вот эта линия вот так. И естественно давление должно быть разумным. А то, что почему умерла девушка? Массаж шеоцу получала. По семь линий с каждой стороны шеи. Итого с девять с каждой стороны с кадыком, если считать, да? То есть дальше идет зона шеи. И вот на ней вы работаете семь линий. Вы разделяете просто вот это пространство опять на семь частей, как было уже показано. Четырнадцать линий, начиная со среднего, приблизительно. Это центра. Господин Поребко, просьба подняться наверх, найти Малеренко. И не уничтожать его до выяснения обстоятельств. Бог очень хочет вас видеть. Значит, продавливание четырнадцатой линии было с иной части головы до границы, естественно, жесткого и мягкого. Восемь линий по лбу. В том числе, возможно, поперечное продавливание от центра. Тогда получается как бы четыре-четыре. Вы от центра начинаете работать под четыре пальца. Уходите до глазниц. Пять линий носа. Нос прорабатывался очень аккуратненько. Естественно, центральная вот. Нос такой хороший. Можно, наверное, шесть показать. И не восемь. Соответственно. Вот вторая, вот третья с этой стороны. Вот эта четвертая по границе идет. И так далее. Минимум девять, значит, так. Вот. Но нормально, как люди, пять. Значит, три линии под глазом, например. Что это такое? Три линии под глазом. Это поперечные. Вот мы обдавили глазницы. И дальше идет первая линия до, как бы, выраженная. Вторая линия от носа. И третья линия, которая вот, как бы, завершает уровень носа. Такая масочка своеобразная. Две линии скулы. Отдельно вот выделяется скулак. И прорабатывается вокруг нее практически. С заходом на нее. Кулаковое прожатие щек. Значит, вот такая штучка с вибрацией продавливания щека. Как вот вообще, как аргумент такой. Вообще, в целом продавливается. Далее. Линия нижней губы. Поперечное, как бы, продавливание нижней губы. То же самое линия верхней губы. Далее. Вариант обработки живота второй. Это спираль от центра кулка, либо к центру с периферией. В любом случае, просто вот обдавливание достаточно хаотичное, но вокруг и вплотное. Получалось так. Три линии трапеции. Включая и сдавливание. Сначала проводилось сдавливание трапеции. Такое защипывание. Между прочим, прием, который всем полезен и показан. И присутствует в огромном количестве разновидностей самых разных массажей. Зажимание идет, фиксация раз, и два, и три, и четыре. В этот момент происходит расслабление, извлечение. Вообще потрясающая штука. Идет кровоснабжение, улучшается и прочее, прочее, прочее. А если продавливать сверху, то продавливается пальчиками именно с надавливанием, либо от верха к конечности, либо от конечности к верху. Но в любом случае, по трем линиям. Две крайние трапециевидные мышцы и одна в серединке. Три линии по боковой поверхности от таза, вот от конца лобковой косточки, ищем лобковую косточку. Вот у нас было пять, а вот теперь мы три линии ведем еще вот здесь. Вот эти три линии, как три пальца, проходят тут дополнительно. Те же три линии от сустава таза, на боковой части, под мышку. Вот здесь, как правило, прорабатывалось три линии. Для этого товарищ укладывался, естественно, на бочок. Или бы с бочку подползал массажист, и там партизанин. Вот кто смотрел фильм «Затаичи» в разных вариантах. Не только тот, который сейчас был выпущен, там, типа, не мой косой, глухой, слепой самурай, добивающийся большого успеха в жизни за счет хорошего владения мяча неправильной техникой. Значит, но у него есть еще одна профессия – массажист. Он великолепно работает с телом, когда оно к нему попадает. Будь то рубка или мялка, да, так скажем. Вот в Тае, когда я был много уже лет назад и получал уроки массажа тайского, который очень близок в чем-то и вот этой схеме, а не все восточные массажи в чем-то переплетаются, я был по тайской школе массажистов слепых, одновременно зарабатывающих деньги на приезжающих клиентах. И там именно слепые массажисты выполняли всю эту штуковину. Я уже делился впечатлениями об их эмоциональности, открытости, когда там мальчик подошел ко мне, значит, типа массировать, во-первых, нашарил, потом – ууу! побежал за девочкой, пришел ее, притащил руку, он меня на пузо положил, а она обшарили. Потом они стали хохотать, прыгать, что-то там и так далее, обшарили меня со всех сторон. То есть непосредственно с какой обезьянок, собственно. Сразу же я все это выдержал, тем не менее. Получил огромное удовольствие. Мальчика такая девочка, за массажем не подумайте ничего такого. Вот, потому что там именно делался классический тайский массаж, как он должен делаться, потому что в большинстве случаев делается уличный тайский массаж, называется пляжный вариант. То есть, не знающий массажа человек отлавливает вас и, пользуясь своей внешностью, ходит к вам в доверие, утверждая, что он тайец. Так подрабатывают и японцы, и китайцы, и вьетнамцы, которых там больше, чем тайцев, орудуют на побережье. Ну, что, как говорится, для европейцев азиат, вы знаете, да, то есть, то же самое, как мы для них. Потому что даже в Тибете часто подходят к Тибет с одним и тем же предложением. Ты говоришь, ты уже ко мне подходил, я согласен. А, хорошо, я пошел в Ромуска. То есть, он не запоминает лицо европейцев, потому что мы для них все на одно лицо. Белые, противные, и так далее. Для нас трудно выделить зачастую, там, из целого ряда, если много и одинаковых, особенно в костюмчиках, в свое время в Париже. Незабываемое зрелище. Японцы поднимаются строем в костюмчиках под знаменем на экскурсию в Секрекер. Храм. Автобусы останавливаются, они строятся и идут в атаку на этот храм. Там двери вот такие, строим вот такой, соответственно. Как они собирались туда заходить, не знают. Но они подошли к нему со знаменем, отметьте, обошли три раза. Наверное, это с тех пор уже территория Японии. И ушли, потому что другого смысла в этом, как поднять флаг над Парижем в центр Секрекера, я не вижу. Действия строем с костюмчиками. Я не знаю, победа бизнеса или японского на французском, или всеевропейском, или еще что-то. Но вот сам факт был такой. Так вот, там ни одного не узнать. Они все на одно лицо. Костюмочки, рожицы, все костюм. То есть определенная адаптация должна быть. Далее. Собственно, и все. Кроме нажатия глаза. Извините. Потому что девять линий по спине точно так же идут с пола. Вы знаете, да? То есть как бы и так далее, и так далее. Пупка отдельно, как такового. И сосков отдельно, даже у женщин. Нажатие иногда может быть прерывистым. Это разновидность сексуального массажа. Или, в принципе, давящим. Вот это с задержкой. Основная разновидность. Что же касается все-таки валяния на полу, то я все-таки покажу парочку приемов. Для этого вы даже можете привстать и посмотреть, как эта штука происходит. Жертва лежит, отдыхает. Безразлично. То есть вот эта вот великолепная вещь. Если она сидит, например, я подхожу сзади и просто начинаю мять плечо. Вот я начинаю мять плечо. Вот в такой манере. Я затаю, да? Общаюсь. Вот я начинаю мять плечо. Вот это выглядит вот в такой манере, если я тороплюсь. Мне надо быстро получить с клиента деньги. Вот такая скорость. То есть я свое сделала, тарабанил все точки. Если я люблю клиента и хочу, значит, еще, чтобы он удовольствие получить, клиент мучается дольше. Потому что я, во-первых, давлю достаточно хорошо, во-вторых, фиксирую. Вот скорость фиксации. И раз, и два, и три, и четыре. Раз, и два, и три, и четыре. Уже с надавливанием, да? Раз, и два, и три, и четыре. Там вот оно должно просчитаться, пока оно держится. Вот такая вот форма. Если клиент лежит, я могу начать с руки, нащупав его руку, он там в полупьяном состоянии, спящем или бодрствующем, мне без разницы. Сначала я продавливаю руки вот так, вообще. Потом я начинаю давить на них рукой. Кстати, в тайском такая же вещь. То есть я делаю переминание такое, да? Но основное давление, иногда с фиксацией второй руки, если я маленький, хрупкий и тоненький, иногда хватает и одной руки. А если я достаточно пользуюсь авторитетом, весом, так сказать, объемом и прочее, то руки переползают. Ощущение выше среднего, да? В плане приятного, да? Казалось бы, дядька лег, соответственно. Ощущение, безусловно, мощное. Но при этом мощном ощущении идет целительное расслабление. Ес? Радость от того, что ушел. Теперь дальше. Мне надо перевернуть пациента. И здесь я с этим телом не морочусь особенно. Для того, чтобы, например, перевернуть его к себе, мне достаточно положить ножку на ножку, что, кстати, применяется и в тайском массаже, как таковом. А ручку бросить вдоль тела, после чего сделать парочку вот таких движений, и клиент уже мой со стороны спины. Если мне надо перевернуть обратно, я делаю то же самое, небольшой нажим сюда и сюда, переворачиваю клиента сюда, да? Если мне надо его подтянуть, я и я хожу, а он ко мне в руке, да? Соответственно, и держится так, чтобы никуда не делся. Если мне надо его повернуть за руки, я точно так же его и поворачиваю за руки, укладываю так, как мне нужно, голову и куда-нибудь. То же самое, когда я, например, начинаю продавливать с ног. Если с ног я начинаю продавливать, например, в тайском массаже, я накладываю ножку на ножку, здесь фиксирую и начинаю продавливать. А в шиатсу ничего подобного, я просто кладу на бок и начинаю продавливать. Сначала поддавливал сапочку, а потом иду вот таким образом, по линиям. Первоначально я продавил внутреннюю часть, предположим, потому что она мне попалась. Потом развернул немножко, вот, фронтальную часть продавил. В некоторых случаях в тайском классическом массаже отжимаются вот здесь, то есть я не буду такое делать, вот, но тем не менее, да? А здесь достаточно прожатие руки, вот в этой зоне. Здесь освобождаются тазобедренные суставы, исключительно влажное давление. Куда конкретно давить нам было? А вот посмотри внимательно, видишь, вот там, где паховая складочка закончилась, да? И вот ты как бы на нее выкладываешься, становишься. А со спины? Да, а со спины-то туда не становится. Это другая вещь. Дело в том, что прямо в положении отжима, да? Вот как люди отжимаются, вот точно так же становятся. Ноги там, сам посередине и в готовности полной. Значит, теперь мне необходимо, предположим, сделать боковой массаж ножки таким же продавленным. Я выложил сюда и начал, предположим, от бедра. Здесь прихватил ногами, чтобы никуда не делалось, соответственно. И начал от бедра уходить вниз. Вот я иду вниз, продавливаю всю эту зонку. Примитивно до безобразия. Но потом-то я начинаю уже, после того, как все эти штуки прошли, я начинаю уже детальный массаж. И тогда мне ножка попадается в любом, опять же, положении, для меня удобном. И что хорошо, я могу хоть так делать этот массаж, да? Хоть вот так делать. Хоть стоя задом, хоть стоя передом, хоть стоя над, хоть стоя под. То есть из любого положения массажист шиатсу любым способом может сделать свой массаж. В чем преимущество? Были бы руки и доступ к телу, да? Говоря о сексуальном массаже как таковом, нельзя не упомянуть предварительные ласки. Безусловно, есть старое, так скажем, или не новое, изречение, почерпнутое из групп, что хорошо зафиксированная женщина в предварительных обласкиваниях не нуждается. Нуждается в обласкиваниях сам мужчина, потому что процесс обласкивания как таковой для него одинаково полезен. Это отражается в первую очередь на техниках поглощения соков женщины, которые в досизме разработаны с малейшими деталями. Дело в том, что ужас сексуальных болезней в настоящее время поставил некоторое препятствие для здоровой нормальной жизни двух особей, двух противоположных полов. Они мало меняются соками. Вот это обмен соками жизненными, поцелуи внутренних органов, поцелуи различных участков тела, дают информацию на химическом уровне, поддерживающую организм уже не только психоэмоциональным фоном, что мы видели при общении людей в спящей собаке, но поддерживают организм и биохимическим фоном, который получается из того, что части химических веществ соединений попадают из одного человека в другой. Другого. Итак, например, одновременно обласкивая партнера, предположим, в области половых органов, или даже находясь в соите, и начинается, предположим, целование пальцев, и слюна используется как смазка. Здесь уже вступают в силу китайские сексуальные массажи. Прорабатывается каждый кусочек тела, и так как стопа достаточно эрогенная, плюс совмещение со вторым донтянем, то есть первая точка опоры, вторая точка опоры, это обработка, собственно, половых органов. Одновременно с этим идет воздействие, предположим, на донтянь, здесь поцелуи, здесь что-то происходит, воздействие на донтянь, а при необходимости воздействие на область груди, а заложенный в центре пальчик воздействует на донтянь между грудями, что само по себе только одно может вызвать огромное переживание сильнее оргазма. После этого идет обласкивание, включая голову и так далее, а иногда одновременно две ноги берутся в рот массажиста, обласкиваются им, и одновременно обласкиваются за счет выпадающей из него льющейся слюны, все остальное делится. То есть слюни распустил до такой степени, что женщине стало хорошо, и ими же ее и отмассировали. Если выполнять это на голодный желудок, вы будете смеяться, но это жестокий факт, тело женщины будет гораздо красивее. Плюс вылизывание с продуванием, например, вы пролезали какую-то часть, например, эрогенную шейку или бедро, или еще что-то в этом роде, и продули ее своим дыханием. И овладея только этой техникой, можно довести до безумия человека, не говоря уже о том, что прежде чем научиться с ним разговаривать, одни только движения, скребущие ногтями, могут довести до безумия и, соответственно, испортить человеку жизнь навеком и воспоминаниями. Типа, лучше бы я с ним не встречалась, потому что забыть не могу. Но при этом, при всем следует понимать, что, например, та же голодная слюна, что это такое? Это великолепное средство, например, лечение от борода, вот мало кто знает, да? Улучшение глаз. Если утром голодной слюной смазывать область глаз через веки, у вас будет понемножку улучшаться зрение. Кроме того, вылизывание как таковое, естественно, чистого тела, это мы не кошки, чтобы мыться таким образом, да? Значит, но тем не менее, позволяет научить кожу быстро сбрасывать эпидермис. А у некоторых это проблема, поэтому используют всякие скраб-технологии, трение там и так далее, чтобы кожа просто уходила и отшелушивалась лучше. Кроме того, вот эта ласка, если она воспринимается чисто психологически человеком, потому что далеко не каждый человек, он готов психологически поцеловать палец там на руке, не то что на ноге там, да? Или еще что-то в этом роде. Мы воспитаны диким образом, мы сами дикие. Мы гордимся своей цивилизованностью, однако зубную нить, извините, чаще использовали китайцы в свое время, чем европейцы многие тысячелетия. То есть пропускали какие-то волокна, а то и тонкие такие жесткие пластинки между зубами, чистили. Другое дело, что огромное количество, например, китайцев по той или иной, опять же, глупости пользовалось вместо пасты зубных щеток чаем, раствора зеленым, чем мы купили зубы в том числе. Потому что, в принципе, большое употребление чая без, тем более концентрированного, оно губительно для зубов, на самом деле, и так далее. Но, тем не менее, считалось по какой-то массовому психозу, что чаем зубы можно чистить. И поэтому чаем все делалось. Мылись в чае, это хорошее тонизирующее средство, но и одновременно, значит, как бы чистили зубы, что не совсем правильно. Отсюда не все, что есть у одного народа, можно брать на вооружение другому народу, но если вы перешли определенную границу, тело человека вам приятно, более того, вы начинаете любить этого человека, то сделать любое действие для того, чтобы сделать этому человеку еще более приятно, важно и нужно. Тем более, что, как правило, человек отвечает тем же. Отсюда следующая техника сексуального массажа – покусывание. покусывание должно выполняться не до крови, вопреки, в общем, как бы. Вот. И, нет, но дело в том, что, понимаете, вызывает иногда смех простая рекомендация. Между тем я не шучу. Потому что любой человек, он настолько идиот в конкретном исполнении, что может вот сам себе навредить. Педантичный человек, например, если ему скажешь, там, ну, например, варите яблоки до полной прозрачности, что соответствует реалиям рецепта яблочного варенья. Он сожжет их, потому что он будет ждать прозрачность яблок. Да? А на самом деле прозрачность – это тоже нечто эфемерное. Они должны быть как бы не яблоками, но немножко как бы вот, ну, ну, вот, как бы вот, и не яблоки, и не прозрачные. Да? Ну, вот, в какой-то момент наступает, когда кажется, что они вот, вот, неземные такие вот вкусные яблочки. И вот тогда-то и надо остановить компот. На этой фазе. А человек продолжает дальше варить яблоки, и они становятся черные. Так вот, покусывание всех косточек, начиная от пальчиков, потом по подъему скребете челюстями, после этого прихватываете голени, после этого начинаете прихватывать зубами коленки, что особенно восхитительно. Сейчас проверим реакцию. Рычание на многих просто в осадок попадает. По той простой причине, что в подсознателье заложено что-то, вот, какие-то ссации с псом злым, да, там, или еще, что-нибудь это было. Тем не менее, вот эти покусывания и прочее-прочее, если они выполнены на грани боли и не боли, исключительно великолепно воздействуют, правда, ростингируют. Это вот яблоки, не даст соврать. Вот. И в конце концов, у нас появляется целый спектр возможных приемов, суть которых заключается в том, что на тело можно воздействовать самыми разными способами, в которых касание и, что называется, прогонка линейная по телу, чуть ли не последнее место занимает. При этом следующая штука. В подобном роде массажа обязательно присутствует скольжение без отрыва от человеческого тела. При этом движения должны быть достаточно длинными, например, аж от ножки и аж до, вот там, предположим, в груди еще какую-то спиральку и вернулся обратно. Достаточно повторяющимися до момента насыщения. В некоторых случаях вы делаете запасающее движение, типа несколько раз гоняете энергию к концу, а потом только выжимаете с перетиранием внутри то ощущение, которое вы согнали. Кроме того, идут различного рода вибрации по телу, включающие нервные окончания. То есть вы можете вот этими вибрациями, беготней, вот это и вот воздействием на те или иные нервные центры подзавести человека таким образом, что из нее начинает выделяться ток. В буквальном смысле слова. Вот. Далее то же самое на бедре. Кстати, для самом массаже мужчины очень часто используется женская нога, или тельца, которая просто по нему прокачиваясь дает приятные ощущения. Любые постукивания, переданные через тело женщины, воспринимаются мужчиной как ласка. Другими словами, подлез к трупику и сделал свое дело, обласкавшись. Потому что кроме как трупиком и нового названия, многим женщинам и не дашь, которые ляжут вот как табулка в том этом. Но понимаешь, не встретил не того кавалера. Ей бы вот того кавказца, который требовал соответствующие условия. А она думает, что она такая хорошая, и ничего знать не должна в жизни. И что за ней должны всю жизнь бегать, отдавать свое состояние, там ухаживать, дарить цветы. И вот она такая лапочка, необученная, тупая дура, будет всем этим пользоваться, только из-за того, что через 15-20 лет она раздобреет, народив кучу детей, которые сама до ума не доведет, соответственно, испортив жизнь мужу. Другой путь есть. Прожить в любви, поддерживать форму, воспитывать детей в нужном духе и с нужными знаниями. И тем самым уйти от вот этой кармы и дурацкого общества с огромным количеством дурацких идеологических установок, которые в принципе не мешают на самом деле думать, думающему человеку и собирающему знания хотя бы по крупицам, как делают здесь присутствующие. Следующий момент. Мы подходим, наконец, к моментам, связанным с поцелуями, к примеру. Так называемое массажное действие, когда вакуумный поцелуй перемещается по телу жертвы, условно напоминает баночный массаж. Вот кто имеет представление о баночном массаже, почти такая же штука, но только гораздо приятнее. При этом там различные манипуляции. Сегодня я безусловно не буду ничего говорить просто о массажах половых органов друг другом, хотя безусловно кое-что скажу о подготовке половой сферы как таковой. Дело в том, что часть материала вы можете встретить в книжке «Секс и долголетие». Там же, кстати, волшебные перья. То есть практически это удовлетворение женщины через массаж пальцами, которая само по себе восхитительная штучка, если находится, как говорится, в время и возможность изучить его и принимается женщиной, он еще и лечит. Потому что, например, массаж центральной части лечит все каналы передней части тела. Уход в сторону с передней линии поддерживает боковую систему. В направлении печени значит печенюшку, в направлении сустава значит сустав и так далее и тому подобное. Массаж в направлении анального отверстия поддерживает заднюю часть с каналами ян и прочее, прочее, прочее. То есть это великолепные вещи, которые вы можете прочесть в указанной книжке. А вот работа предположим с яичком. Ничего, кроме, как говорится, вставить яичко и попытаться его вытянуть там за какую-то лямочку и прочее, прочее, как правило, большинство товарищей не знают. Я сейчас хочу продемонстрировать хотя бы схематично с помощью столь любезной очищенки. Спасибо тебе огромное за все мучения сегодняшние. Значит, ту форму работы, которую может делать каждая женщина с каменным яйцом. Есть такая пословица «Железная корова снесла каменное яйцо». Так вот, это не тот случай, это тогда, когда яичко покупается где-то. Кстати, великолепно и красиво из различных полудрагоценных камней такие яички продаются. Во-первых, не бойтесь, что оно останется внутри. Это первое заблуждение женщины. Рано или поздно выпадет. Во-второе, его легко убрать, засунув хорошо пальчик, если не ваш, то у вашего партнера, так, чтобы он аккуратненько вошел медленно, глубоко сзади, вот зацепил и таки вынул. Без проблем, оно вынимается. В-третьих, кто боится вот этих проблем, тому надо найти яичко с дырочкой, которое продается в китайских оздоровительных палатках, соответственно, для подобных упражнений. К нему привязывается лесочка, и вот эту лесочку сразу надо выбросить и вставить туда новую, более длинную, и хорошенько завязать узлом на конце, потому что там, как правило, финтифлюшка идет для продажи, и поэтому она тут же отрывается. Вся. Яичко это, надо не только поднимать вверх усилием мышц влагалище, опускать вниз, поворачивать вокруг своей оси, переворачивать вокруг своей оси, но и манипулировать им в момент выполнения определенных упражнений с нажатием на конечности, перемещать его, четко чувствовать, тем самым укрепляя внутренние стенки влагалища, крепость которых великолепно распространяет здоровье на все внутренние женские органы, поддерживает практически все функции тела женщины. Значит, сейчас мы попробуем что-то изобразить в этом плане. Например, женщина лежа, она ввела в себя яичко, и в первую очередь для чего может она его использовать, это для доставления ничем не сравнимого удовольствия мужчине, который, входя в нее, не чувствует яичко, но чувствует какое-то воздействие дополнительное гладкой поверхности каменного яйца, тем самым получая огромное удовольствие. Второе применение. Она поднимает одну ногу, и этой ногой манипулируя, поднимая выше, ниже, делая какие-то движения и прочее, прочее, пытается воздействовать мышцами перемещаемой ноги на яйцо, находящееся внутри. Следующий момент. Здесь край кровати, ножки подсогнуты, и опираясь на край кровати, условно говоря, она учится манипулировать яйцом, опираясь то одной ножкой, то другой, перемещая тельца и прочее, 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 внутри четко чувствуя его, периодически чувствуется яйцо и через переднюю стеночку иногда, или пальчиками вы определяете его местоположение. Другой уже стойкий, хватит валяться, поднимаемся. А то заяц берут, отдыхают, тут все и работают. Значит, стали теперь, да, первоначально мы стали, нагнулись и положили ручки на бедрышки вот сюда, опершись, и вот тогда, когда мы вот таким образом стали, подсогнули ножки, мы начинаем все те же манипуляции, например, по спирали поднять яичко с разворотом и это чувствуется внутри женщины, вверх, опустить это яичко вниз, оторвать одну ножку, сместиться на другую, то есть оторвали ножку и здесь выполнить ряд манипуляций, полностью оторвать ножку даже с носка ноги и там выполнить на одной ноге манипуляции с яичком, на второй ноге и так далее, и так далее, как правило, об этом не говорят, вот это целая гимнастика, в том числе выполнить спрогибчиком, вот такой небольшой прогибчик, как проще немножко, раз, спрогибчик, и здесь еще выполняя различные движения, спиралевидные или какие-либо другие, а в школе настоящие женщины специальным образом кладут особого рода яички на дощечку, чтобы она освоила как раз то, что у европейских женщин ни хрена не движется, я не имею в данном случае этот таинственный инфентарь, я думаю, попавший сюда, значит, вот момент, умение двигаться по различным восьмеркам, спиралевидным движениям и прочее-прочее, это создает еще дополнительно мощную энергетическую базу, которая поддерживает организм человека в очень неплохом состоянии. Огромное спасибо, теперь парочку подарков для мужчин. Помимо того, что мужчина в одиночестве должен бить свой член, колотить, сжимать, переворачивать, то есть брать заголовок конкретно, типа душу одноглазую змею, и вращать эту бедную головку, освобожденную от кожи, уже заранее оттянутую вокруг, таким образом укрепляя его для определенных техник, практик, и так далее. Это не тот случай, когда эрегированный член можно сворачивать пополам. Царица Савская, по-моему, славилась тем, что задавала загадочку мужичкам, да, или какая-то там тетушка, она вызывала нескольких мужичков и говорит, я хочу взять в мужья того, с далеко идущим прицелом, кто сделает то же самое, что это двухлетний мальчик, и сначала танцевала перед этими мужичками, потом говорит, согните пипиську пополам. Все, двухлетний мальчик мог согнуть, а трехлетний уже нет. Значит, в любом случае, вот эти вот штучки, это, так скажем, эротический массаж. Здесь же речь идет об укреплении массажа, который непосредственно тоже относится к сексуальным, но требует обычного укрепления. Это постукивание по самому члену, это скручивание самого члена, это воздействие на зону под головкой, которое воздействует напрямую на мозг, то есть вот там, где уздечка, туда запускают пальчик и ноготочком как бы совершают такую вибрацию прямо на уздечке. Второй стимуляцией мозга является сдавливание центра, которое нервную систему всю укрепляет и стимулирует. Следующая зона это в основании, то есть давление на низ укрепляет уже все внутренние органы, начиная от пищеварения. Безусловно, работа с яичками и пиление, и сверление, и постукивание в разумных пределах, сжимание как таковое, холодный душ для них тоже очень показан и прочее, прочее, прочее. Кроме того, не следует забывать о всех косточках прилегающих к этой зоне, то есть практически всех косточках таза, сустава тазобедренного и прочее, 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 всех косточках голени не менее у многих мужчин болезненных, чем у женщин, а женщин это первое дело для восстановления их статуса женского в любом возрасте. Если вы аккуратненько начнете работать с собственными косточками, вы восстановитесь как человек, у вас уйдут многие болячки только из-за того, что косточки получили нагрузку, а они через некоторое время перестают болеть. Очень аккуратненько, жалея себя, безусловно, начинаете их массировать, становится все лучше и лучше. Не хочу добавить, что хорошо никогда не будет, когда не будет. Значит, тоже касается косточек вокруг анального отверстия. Короче говоря, продавливание костей таза, включая копчик и часть позвоночника до места прогиба также обязательно. Массаж почек тоже поддерживает эту функцию. Ни один массаж практически не делается без достаточной подводки снаружи, другими словами, без дополнительного воздействия на тело. Например, кушать овес внутрь означает поддерживать кожу и волосы, принимать ванны из овса и пить овсяной настой, поддерживать все остальное, включая ту же кожу и волосы. Кроме того, великолепные ванны для тела с лавандой, шалфеем, чабрецом, овес, солома, дуванчик, клевер, береза, ромашка, календула, лопух, корни отдельно, оралия, в том числе можно спиртовую настойку. Все это в ванну 200 граммов где-то и так далее, и так далее, вы лечите весь организм, вы забываете, что такое атеросклероз, вы выходите на новый уровень жизни, пользуясь сексуальными массажами в соответствии еще с развитие сексуальной силы и дополнительно с воздействием на человеческий организм упомянутых форм массажа. А продавление косточек тоже, как ни странно, относится к сексуальному массажу, несмотря на то, что на первых порах многим это удовольствие не принесет. Потому что мы все больны либо холодом низа, либо отсутствием движения, либо еще чем-либо. Что же касается мужского начала, то есть еще одна штука. У того же Монтадзя в числе прочих его преступлений против человечества из-за незнания, я ни в коем случае не виню его как популяризатора даосской идеи и прочее, прочее, и прочее, но пользоваться методикой медитации нельзя по ряду причин, потому что она просто не полностью дана и в том виде, в котором она дана, она вредна. Не так давно ко мне начали подходить люди, причем несколько человек пришло один за другим буквально, из-за того, что начали работать секции по цигу, пришли с проблемой распухания суставов, когда они столкнулись с таким явлением, как упаковка энергии, описанная опять же у того же Монтадзя. Прежде чем упаковывать энергию, суставчики надо готовить долгими массажами и употреблением трав как снутри, так и снаружи, в том числе и в виде определенных ванночек. Это особая технология. Есть у него еще один перл, который означает гроб мужскому населению, и с этими проблемами ко мне тоже стали обращаться достаточно часто. Либо частые головные боли, либо импотенция, либо нарушение еще более серьезное грозит людям, которые никогда стараются не кончать. Отсюда более молодые люди, они могут чаще, хотя бы там предположим раз в неделю кончать, более пожилые по определенным схемам. В Китае всегда существовала схема, не знаю, как она не дошла до господина Монтадзя, следующего характера. Причем эта схема существовала и в Европе. Если хочешь быть здоров, говорил из древних трактатах, то до 24 лет кончай не чаще раз в 4 дня, до 38 раз в 8 дней, до 49 раз в 9, до 60 раз в 20 дней, а после 60 от 1 до 3 раз в сезон в зависимости от того, крепкий старикашка попался или нет. При этом необходимо различные притирки. Если сок базилика усиливает ощущение при массаже влагалища или органов, усиливает переживания, это редкая вещь, которая направлена не столько во вне, сколько прямо внутрь, оно усиливает качество секса. Сок, введенный во влагалище, отмассированный с этим соком или просто находящийся сок во влагалище в достаточном количестве, усиливает переживание полового акта. Казалось бы, базилик есть как пряность, даже в сыром виде, пожалуйста, покупайте в магазинах и используйте. Но, изготавливая, например, притирку для полового органа мужчины, в которой имеется петрушка, базилик, отвар ятрышника в молоке, имбирь с медом, в том числе поверх, а иногда и с перчиком для стимуляции нервных окончаний и так далее, при массажах члена. И то же самое внутрь. Яички животных, будь то верблюд или заяц, по аналогии, соответственно, яичка, значит, укрепляет мужское начало. Базилик тот же внутрь, петрушка тот же внутрь, тот же ятрышник, тот же женьшень в период зимы и так далее, и так далее, все это повышает статус человеческого организма. С другой стороны, использовались в качестве притирок, например, красный перец с красным вином, и такой массаж выполнялся 2-3 раза в неделю. Использовалась морковь, капуста с сухим белым вином, то есть, практически измельченные овощи, которые, или соки этих овощей, которые использовались в качестве таких накладок на половые органы. Луковица нарцисса великолепно использовалась в качестве растирочного средства. Дальше. Закаливающие процедуры с сентября месяца всегда прекращались. Начинались они с конца мая, если и были. Для здоровья закаливающие процедуры зимой очень вредны. Исключение составляет, например, выйти полежать на снегу или постоять в снегу босиком. Кратковременно. После чего зайти, растереться и таким образом вызвать эффект ян. То есть прогревание изнутри на фоне прогревания снаружи. При жаре следует уменьшать физические нагрузки. И далее идет летнее холодное обмывание, в том числе для половых органов мужчины, которое проводится 2-3 раза в неделю в неделю и при этих холодных обливаниях идет растирка луковицей нарцисса, настоянной в молоке и 2-3 раза в неделю пьют по 20 грамм красного вина с перцем и медом в качестве стимуляции жизненных сил. Кроме того, существует огромная диетология, которая... Чувство ревности это предрассудок или проявление одной из сути человека, человека в частности, безусловно, и то, и другое. Дело в том, что чувство ревности это в первую очередь собственность, собственность психофизическая. Люди дикие настолько, что они не могут понять одного, то, что человек в своих посылах должен быть свободен в выборе определенном и насильно его не удержишь, если он захочет тебе изменить, например, он тебе рано или поздно изменит. Само вот это слово изменит, это тоже идет от нашей недалекости как бы и воспитания. Дело в том, что общение как таковое между людьми это нечто более сложное, чем собственность на человека. и отсюда если вы сможете осознать весь вред, который вам приносит лично ревность и всю ту пользу, которую вы можете извлечь из того, что вы не будете ревнивы, а значит освободить вашего любимого человека от того груза, при этом при необходимости вы можете как бы соблюдать такую форму общения, при котором вы не будете делать другому человеку, если он менее так скажем психофизически подготовлен чем вы. Но в любом случае ревность как и жадность как и зависть это тот тормоз человека, который позволяет стать рабом этих чувств, а значит испортить себе жизнь, например возненавидеть любимого человека вместо того, чтобы пользоваться так скажем общением с ним. сейчас все претерпевает в том числе и в Европе совершенно новые взгляды на общение людей, люди становятся свободнее, так или иначе возникают спонтанно и это правильно, совершенно иные формы взаимоотношений между людьми, основанные все-таки на ипостаси свободной любви, безусловно, с учетом всех тех ужасных заболеваний, которые бродят вокруг. При этом происходит приблизительно следующее. Человек, понимающий свободу от ревности, он совершенно по-другому живет. Я не буду приводить каких-нибудь банальных пословий, что лучше есть сладкий пирог пополам с друзьями, чем говно в одиночку, но такой человек, который не ревнует, он легче сходится с другими людьми и легче берет от общества все, что может взять и дает обществу больше. Другое дело, в каком контексте, в какой среде, если измену супружескую будут забивать камнями, как какой-нибудь из арабских стран, лучше не изменять. Потому что это уже давление социума, но внутренне быть свободным от этого омерзительного чувства в принципе значит быть сильнее. Умение потерять любимого человека, если он начинает выдвигать какие-то требования, которые несовместимы с вашим взглядом на мир, это тоже великая возможность остаться самим собой. С другой стороны, и умение убедить человека, что он неправ, возможно иногда только из-за четкого отстаивания своей позиции, на которой вы стоите. Как это не больно воспринимается многими мировоззрением или еще что-то, это единственно правильный путь для счастливой жизни непосредственно каждого из нас, несмотря на то, что некоторым очень сложно с этим расстаться. В свое время я даже программные стихи на эту тему и писал для лучшего понимания самой сути освобождения от ревности. Я отдам тебя любому лишь бы и там что-то такое, в общем, очень хорошие стихи, в любом случае, чтобы человеку дорогому было хорошо. Вот этот смысл. Это и вовсе не означает, что вы расстались, потому что умение любить даже не имея, все равно должно присутствовать в духовном человеке. Следует ли избавляться от ревности, от всей сути человека в частности? Иногда ревность хорошая пряность. Ее можно использовать, если вы ее контролируете и дозируете. Есть такие пошлые шутки на тему типа жадность, лень, зависть, двигатель прогресса человеческого. Сначала человек хочет побольше, потом лень ему доставать прежними средствами труда, и он что-нибудь изобретает, а зависть к ближнему рождает еще целый фактор, такие как карьеризм, желание заработать, или еще что-нибудь. Или похитить невесту по тематике. Но в любом случае мы сталкиваемся с чем? Что плохие чувства имеют плохие последствия, как правило. Если вы их не контролируете, то рано или поздно они вас заведут в ту или иную ловушку, от которой вы будете страдать. А страданий не так слишком много в жизни желательно, чтобы их было поменьше, чтобы вы научились их преодолевать. На этой бодрой ноте я пожелаю вам спокойной ночи и хорошей массажей. АПЛОДИСМЕНТЫ